Привет, это Катя! Сегодня готовим сочные свиноговяжьи фрикадельки по шведскому рецепту. И еще к ним будет обязательно изюминка в виде соуса из ягод. Ну что, поехали! Такие фрикадельки понравятся даже самым маленьким. Начинаем с того, что отрезаем корочку у хлеба и замочим его в молоке. Теперь нужно нарезать одну маленькую луковицу и в пару, ой, почистить чеснок. Один зубчик. Нам нужно обжарить лук на растительное масло. Можно добавить еще и сливочное для того, чтобы было вкуснее, а следом отправить чеснок. Будем готовить такую зажарку. Я не люблю, чтобы было много масла, а вы уже делайте на свое усмотрение. Ну что, поехали обжаренный лук добавлять к самому фаршу. Это свиноговяжье. Лучше смешивать его в равных пропорциях. Понадобится полкилограмма. Фаршу нужно накрыть пленкой и отправить в холодильник примерно на полчаса. Так он станет плотнее. Фрикадельки будут вкуснее. Лучше всего для фрикаделек подходит картофель. В моем случае это будет пюре. Ну а следом займемся ягодным соусом. Ну что ж, будем готовить ягодный соус. Это, конечно, необычно для нашей кухни, но тем не менее вы не пожалеете, если приготовите. А если у вас нет смородины, как у меня, то вы можете использовать груснику или вишню. Ягоды отправляем в кастрюлю или сотейник. Добавляем немного сахара. Это примерно половина объема ягод. И на маленьком огне ждем, пока ягоды оттают. К ягодам неплохо бы добавить немного корицы, совсем чуть-чуть, и это придаст особый аромат блюду. И немного воды. Затем тушим 5 минут, и соус готов. Делаем соус, которым будут тушиться наши фрикадельки. Для этого нужно взять 2 столовые ложки сливочного масла. К сливочному маслу добавляем 2 с горочкой ложки муки. И хорошенько так перемешиваем. И следом туда отправляем пол-литра говяжьего бульона. Он должен быть готов заранее. Соус начинает густеть. Нужно действовать быстро. Добавляем сюда же 2 ложки сметаны. Следом нужно добавить немного соли. Так, по вкусу перца, конечно же, его. И еще один ингредиент. Это соевый соус. Нужна всего лишь ложка. Можно обойтись и без него. Ну, а теперь нужно добавить немного горчицы. Можно совсем чуть-чуть. Примерно чайной ложечкой. Обжариваем фрикадельки до румяной корочки. Примерно до полуготовности. Дальше мы их будем тушить. Лучше все сразу не жарить, а порционно делать. Фрикадельки нужно отправить в соус. Томиться примерно 15 минут. Фрикадельки получились очень нежными, сочными и мягкими. Стоило все-таки потратить время для того, чтобы получился такой вариант. Ну, а ягоды – это, конечно же, сочетание с мясом на любителя. Но я скажу, что мне нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»